МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Гребем в Барнаул, что поразило в столице края Дмитрия Губерниева. На пороге эпидемии жители региона жалуются на нехватку врачей. В новый дом питомцам детского экологического центра теперь не тесно. 8 тысяч зрителей собрал заключительный день Кубка чемпионов по гребле. Он прошел на Барнаульском грибном канале и стал, по признанию организаторов, первым в истории. О впечатлениях и о том, кто выиграл вожделенный приз автомобиль, расскажет Илья Кочетков. Транспортный коллапс, так в соцсетях и личных разговорах отзывались барнаульцы. 22 сентября дорога, ведущая из Барнаула на грибной канал, встала в огромной пробке. Многие бросали машины и шли пешком. На самом канале тем временем постепенно гасли спортивные страсти. Проходили последние заплывы. Еще не стихли последние возгласы болельщиков, а организаторы для себя уже решили соревнования удались. Томас Конецко, один из инициаторов проведения этого кубка, признается, Алтай не просто оправдал, а превзошел его ожидания. Я не могу подобрать подходящие слова для того, чтобы передать свои эмоции. Здесь сегодня собрался весь Барнаул. Это очень впечатляет. Мы обязательно сюда вернемся снова. Сами участники признаются, барнаульский грибной канал не подкачал. Еще до начала кубка организаторы отмечали, что уникальное сочетание розоветров, течения и других характеристик делает его одной из лучших в мире водных трасс, а в северных широтах – наилучшей. Теперь можно сказать, что канал прошел полную проверку. Канал – это здесь мирового уровня, потому что есть дистанция тысячи метров, заканчивается строительство обводного канала. И, в принципе, Барнаул может претендовать на проведение, скажем так, чемпионатов мира или кубка мира уже действительно по олимпийским дисциплинам. В итоге лучшими стали спортсмены из Канады, Испании, Польши, России. Кстати, проявили себя и наши земляки. Одним из победителей в дисциплине «Микс» стал Андрей Крайтер, выступающий за Алтайский край. Спортивный комментатор Дмитрий Губерния, все эти дни украшавший собой кубок, со сцены признался масштабом поражен. «Нас сегодня на Гребном канале в Барнауле почти с утра до вечера 8 тысяч человек. Это просто невероятно! На Гребле, друзья! Редкий хоккейный матч может похвастаться вот подобной историей». Но не только спорт привлек такое количество людей. Многие ждали обещанного розыгрыша автомобиля. Участие в нем мог принять любой желающий. Важно было, получив на входе браслет с уникальным номером, не снимать его все дни кубка. До этого торжественного момента. «Друзья, 17.34». Как нас заверили организаторы, они так впечатлены результатами, что сделают все возможное, чтобы на следующий год кубок снова прошел в Барнауле. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Отопительный сезон в Крае стартует неравномерно. В Барнауле тепло поступило уже в треть жилых зданий. В Рубцовске батареи остаются холодными даже в социальных учреждениях. По-прежнему непростая ситуация в Камне-Наби. В столице Края к отоплению в общей сложности подключено более 200 социальных объектов, а также 550 жилых многоэтажек. Власти Барнаула заверяют, что во все без исключения объекты тепло поступит в ближайшие дни. Горячие батареи в большинстве социальных учреждений Заринска постепенно подключают жилой сектор. Ну а в Бийске в преддверии отопительного сезона удалось решить вопрос с одной из самых проблемных газовых котельных. Шестой теплопункт, что снабжает теплом и горячей водой крупный микрорайон города, долгое время из-за финансовых проблем арендаторов работал с перебоями. Но с октября объект переходит в руки муниципального предприятия. И власти города уверены, что никаких срывов впредь не будет. Если на сегодня собственник розгазификации в лице Энергалта и эксплуатирующей организации не смогут обеспечивать нормальное функционирование котельной и подачи отопления соответственно на квартирные дома, администрация города Бийска в режиме КЧС может изъять этот объект и соответственно отопительный сезон эксплуатировать данный объект, поставлять теплоноситель жителям. Отопительный сезон не начался ни в Рубцовске, ни в Камни-на-Аби. В обоих городах тепла нет даже в социальных учреждениях. Правда, в Рубцовске его обещают пустить, как только среднесуточная температура за окном не будет подниматься выше 8 градусов. Здесь уже полностью заполнили водой систему отопления в южной части города и частично в северной. Что же касается Камни-на-Аби, то из-за нехватки угля здесь по-прежнему действует режим ЧАЭС. 21 сентября депутаты района на очередной сессии отказались направлять 900 тысяч рублей из резервного фонда на покупку твердого топлива. Парламентарии надеются, что финансовую помощь окажет край. А вместо терпящего банкротства предприятия, его судьбу 27 сентября решит арбитражный суд. В городе создадут новую теплоснабжающую организацию. Да, планируется на этой неделе выезд главы района как раз на переговоры с руководством края по этим вопросам. Ситуация сложная, тяжелая, но она критической не является. Второй митинг за месяц. Жители краевой столицы продолжают активно выражать свое отношение к изменениям пенсионной реформы. В минувшие выходные горожане вновь вышли на площадь. Несколько сотен участников на центральной площади краевой столицы. На этот раз митинг в Барнауле привлек не только пожилых людей. Мы это, наверное, доживем. Мы закалены всеми условиями жизни и нашей общей солидарностью. А каково нашим детям? На сравнении даже того же социолога, который работает в кабинетах, делает опросы, и рабочего, который работает на заводе на каком-то тяжелом производстве. Соответственно, у него должен быть пенсионный возраст меньше. Точно так же, как и у силовых структур. Они рискуют свою жизнь, у них пенсионный возраст меньше. Ну а почему у людей, работающих на заводе, такой же пенсионный возраст, как у социологов? О своих перспективах выходят говорить будущие пенсионеры. Напомним, предлагается повысить возраст выхода на отдых у мужчин до 65 лет, у женщин до 63, то есть на 5 и 8 лет позже, чем сейчас. Участники акции возмущаются такому резкому скачку и сомневаются, что поступлений в пенсионный фонд будет достаточно. Увеличат снабусть за счет наших же опять детей. А дети сейчас половина работают вне графика, вне... Просто без всех отбывов стажа. Откуда они возьмут фонды эти? Правда, сами выступающие далеко не всегда говорили про пенсионный возраст. Некоторые переходили к тему выборов в других регионах и призывали к отмене результата в Приморском крае и Хакасии. В завершении персек КПРФ Мария Прусакова объявила, что в эту субботу в Москве будет проходить заседание, на котором обсудят проведение референдума о пенсионном возрасте. Коммунисты надеются, что алтайские предложения будут услышаны ко второму чтению законопроекта. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Из-за закрытого дворца зрелище спорта вслед за хоккеистами и фигуристами в Барнауле переносят концерты приезжих звезд. Так, шоу «Дива» Ани Лорак планирует показать теперь во дворце культуры моторостроителей, которые гораздо меньше ледовой арены. Где пройдет намеченный на ноябрь концерт Сергея Лазарева, пока под большим вопросом. Напомним, еще летом дворец спорта закрыли из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности. Очередное заседание суда назначено на 9 октября. Жители Барнаула жалуются на отсутствие талонов в детских поликлиниках города. Причем записаться они могут ни к узким специалистам, ни к педиатрам. По городским поликлиникам проехала наша съемочная группа. Анастасия Иванова – мама годовалой дочери. В седьмую детскую поликлинику ходят по месту жительства. Но уже не раз молодая женщина подумывала перевестись в другую. Говорит, в нашей постоянно нет талонов. А врачи то на больничном, то в отпуске. Например, чтобы записаться к неврологу, Анастасии пришлось, как она сама выражается, поскандалить. Ведь только так, по ее словам, можно попасть к заветному специалисту. У нас проблема с ногами. Косолапит ножки очень сильно. Я педиатру об этом постоянно говорю. И нам нужно пройти ортопеда обязательно. Ортопед был на больничном у нас. Я позвонила, говорю, ортопед вышел с больничного. Да, вышел. Талончики будут в конце сентября на октябрь месяц. Это было числа где-то 6 сентября. Я говорю, это два месяца. В итоге, я проконсультировавшись с мамочками, с другими, они говорят, потом вам скажут о том, что уже поздно. Мало кто из пациентов знает, но на федеральном уровне установлены нормы ожидания медицинской помощи, рассказывает главный врач Барнаульской поликлиники номер 9. Эти правила необходимо соблюдать. Нравится это пациентам или нет. Пусть им к педиатру. Может пациент записаться в течение суток. И ожидание должно быть не более суток. На неотложный прием он может по времени обращения попасть в это же время, в этот же день. Для оказания консультации узким специалистам в течение 14 дней срок ожидания. Детей с явными признаками болезни во всех поликлиниках готовы принимать и без записи, говорит заведующий отделением восстановительного лечения. Для них открыты так называемые боксы. Выпить в сезон, если нужно, кабинет первичного приема мы усиливаем другими специалистами при большом наплыве. То есть у нас принимают тогда подростковый врач, врач инфекционного кабинета, дежурный администратор. Таким образом мы стараемся, чтобы у нас в поликлинике не было больших очередей. Между тем специалисты регионального Росздрава продолжают проверку краевого министерства. Поводом послужили многочисленные жалобы от жителей региона, в том числе и на нехватку талонов в поликлиниках. Результаты массовой проверки специалисты готовы озвучить уже на этой неделе. А некоторым мамочкам приходится идти на хитрость, чтобы попасть к педиатру без очереди и талона, а не вызывают врача на дом. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Реальный срок лишения свободы за взятки и служебный подлог. В Бийском городском суде огласили приговор врачу, который за деньги помогал молодым людям получить отсрочку от армии. Доктор не просто подделывал документы, а менял исследуемый материал. Лица через знакомых к нему обращались. Он брал у них кровь на анализ. Фактически на стадии проверки крови кровь подменялась на кровь лица больного гепатитом В лице. И в конечном итоге именно этот анализ предоставлялся в призывную комиссию. И, соответственно, указанное лицо получало отстрочку от армии. Кто на год получил, кто на два получил. Вот таких эпизодов у него было три. Услуги врача были для бейчан не из дешевых. Во всех трех случаях он просил разные суммы от 25 до 70 тысяч рублей. Судили медицинского работника сразу по двум статьям Уголовного кодекса за взятки и служебный подлог. В итоге врачу было назначено наказание в виде реального срока лишения свободы три года и четыре месяца в исправительной колонии общего режима. Кроме того, назначен штраф в размере полутора миллионов рублей. Этот приговор осужденный счел несправедливым и пытался его обжаловать. Однако суд высшей инстанции практически все оставил без изменений. В голубинном питомнике Краевого детского экологического центра открылся новый просторный вольер. Сейчас там обитает около 60 птиц. В единственной клетке, которая была построена в 2014 году, голубян давно стало тесно, продолжит Ирина Корчагина. Алтайские красавцы, голуби породы шалевый и барнаульский монах через несколько минут влетят в новый дом. Просторный вольер в питомнике детского экологического центра построили при поддержке сибирской генерирующей компании. В советское время это поддерживалось. Даже выделяло государство деньги. У нас был клуб голубеводов, у нас был председатель, мы даже какую-то там зарплату платили. Потом это все постепенно прекратилось. Времена были тяжелые, людям стало не до голубей. Сейчас голубиное движение возрождается, говорит директор. Каждую осень сотрудники центра раздают птиц в дворовые голубятни. Поскольку все занятия в экологической школе бесплатные, на содержание птиц и других животных, обитающих здесь в небольшом зоопарке, не всегда хватает средств. Энергетики вовремя пришли на помощь детскому центру и хотят продолжать совместную работу. Все проекты будем согласовывать с руководством детского центра, потому что приоритеты восстанавливают они, что им в первую очередь необходимо, и что бы они хотели, чтобы мы на следующий год реализовали. Поэтому послушаем их, потом будем уже, я так думаю, планировать на следующий год. Анфисе 8 лет. Почти все это время она жила в малоблагоустроенной квартире. В прошлом году, благодаря поддержке СГК, у восьмилетней обезьянки тоже появился новый дом и новая жизнь. В экологическом центре обучаются более полутора тысяч школьников. Скоро каждый из них сможет увидеть новые вольеры и покормить своих любимцев. Ирина Корчегина, Николай Шелко. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. Практически на всей территории края ожидаются дожди и грозы. В Белокурихе до 10 тепла. В Олейске 11 выше 0, 12 в Рубцовске, 14 в Бинске. В Барнауле тоже возможен дождь. Летер южно-умеренно ночью до 8. Днем температура прогреется до 15 тепла. Это все новости к этому часу. Звоните к нам в редакцию 722-440. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова